Микс Ньюс 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 Ехать от до невозможно ни одной дороги. И это самая большая проблема, потому что, как говорят, что построили велодорогу, никто не едет. Ну, давайте построим автодорогу, где не хватает каких-то промежутков. Кто-то поедет, ну, конечно, нет. И это самое главное. Вот эти маленькие промежутки и, во-вторых, ну, конечно, дополнительная инфраструктура. А это вообще можно решить, не знаю, в ближайшем будущем? Потому что, если я правильно понимаю, последние года 2-3 новых велодорог вообще не строилось в лиге, пытались на мосту, но не срослось. Если это так много лет, ничего с этим не делается, может быть, это нельзя сделать или это просто вопросом никто не задавался? Нет, это можно делать, потому что, ну, посмотрим, как улица Ладжплэш, как она была до постройки велополос, и как она выглядит сейчас, да, улица Сколос и так далее. Там, я бы сказал, только краска стоит почти, да. Ну, конечно, есть другие ситуации, где нужно чего-то, светофоры по-другому сделать и так далее, ну, например, на односторонней улице, да. Ну, там светофор только смотрит одну сторону, да. Если попустить велосипедистов в противоположную сторону, значит, там должен быть светофор другой, да. Ну, сравнение – это очень маленькие инвестиции с тем, что можно сделать. А что можно сделать? Ну, просто физика. Ну, сколько вы можете, не знаю, автомашин поставить возле одного дома улицы центра? Ну, дом длиной, ну, 30 метров. Ну, сколько машин, да? Ну, там… 15. Нет, ну, каких 15? И 15 тогда одна машина длиной 2 метра, да. Ну, если еще вот так. Ну, так, ну, тогда вообще места не хватает, и тогда машина, если стоит как в таком, ну, не параллельно, а перпендикулярно, она очень много занимает места, когда надо как-то отвернуться, выехать и так далее, пробок создает и так далее, да. И это опасно, шофер сам не видит, что он делает, когда назад дает и так далее. А велосипедов, примерно 10 велосипедов занимает то же место, что одна машина. Значит, 10 людей занимает то же место, что один человек. И тогда возникает вопрос, что экономичнее? Это вопрос в деньгах, это не просто хочу ехать на велосипеде, не хочу, хорошо, нехорошо, это другой вопрос, да. Это уже можно смотреть там со стороны охраны среды, со стороны здоровья, хранения и так далее, да. Но просто физика и территория, из территории каждый квадратный метр стоит какие-то деньги, да, кто-то должен платить за это. И сколько можно передвигать людей в течение одного часа? Есть очень много таких исследований, тоже физика, это не то, что нравится, не нравится. Представьте себе, за 3,5 метра в полосу, почему 3,5? Потому что по нашим стандартам это ширина улиц, где идёт общественный транспорт, автобус, да, чтобы он мог развернуться и так далее. Значит, 3,5 метра по такой полосе, сколько можно передвигать людей с велосипедами в течение часа? Сколько пешком, сколько автомашин, автобусом, трамвайом и так далее. Так что на автомашинах максимум, это ну только так, исследование физика, ну максимум, как все, как трамвай едут, да, вагонами, как поезд. Если всё идеально. Всё идеально. На машинах 2 тысячи людей, на автобусе 9 тысяч, на велосипедах 13, 6 раз больше, чем на машинах, 6,5, да, пешком 19 тысяч людей, железным транспортом, железной дорожной, ну поездом, метро и так далее, 21. 21. Какая логика? Большие дороги строить, большие инвестиции для самого худшего передвижения людей. Ну, конечно, есть плюсы груза, это другой разговор, да, но если смотреть в центр города, где груза нету такового, и в какое направление идёт Европа, ну Европа в этом образе самая такая прогрессивная насчёт велоинфраструктуры, чем Америка, Австралия и так далее, в центрах самое главное – это пешеходы, это обязательно, да, он самое главное – никакой велосипедист. И во-вторых, велосипедист, потом идёт уже грузовые велосипеды, потому что доставать чего-то тоже куда-то надо, да. Грузовые велосипеды сейчас очень популярны, становятся и электрические грузовые велосипеды, и простые электрические велосипеды, это такая новая тенденция, которая очень идёт вверх. И если посмотреть, что потом, потом, конечно, общественный транспорт, ну это тоже для пешеходов, да. И после этого, четвёртый, пятый, шестой, и тогда все остальные, мопеды, мотоциклы, которые тоже мало занимают места, и тогда автомашины. Но автомашины тоже надо смотреть, есть частные машины, на которые только я еду, и по всем исследованиям, где-то 90% своей жизни, своей времени машина стоит. Вот сейчас стоят наши машины, ночью они стоят, на работе, когда она стоит, когда в магазине она стоит, машина всё время стоит. Тогда возникает вопрос, зачем тебе машина, если она стоит? Ну так любой велосипед тоже стоит, мотоциклы тоже стоят. Да, но сколько он занимает места, и сколько он тратит ресурсов, сколько он делает загрязнений, всё-всё-всё остальное. Всё стоит, конечно. Меньше стоит такси, меньше стоят машины, которые общего пользования, да. Вот это есть то направление, куда прогрессивный мир двигается, потому что возникает вопрос, нужна для меня машина, и все налоги, все затраты, все сервисы, это огромные деньги, да. И если просто посчитать, а надо каждый день машину? И когда надо, просто бери аренду. Раньше это было так очень сложно, аренда, дорого, там хлопоты и так далее. Сейчас просто бери телефон, аппликацию, сеть машин и поедет, да. Конечно, есть, когда, не знаю, мебель отвезти надо, но каждый день надо, но так нет, да. И если логично посчитать, ну, не нужны нам машины каждый день. Частные. Частные, да. И нет никакой вопроса и рабочей машины, где надо всё время, курьерские машины, грузовые, конечно, нужны машины, логично, конечно, нужны. Но нас якобы и людей не хватает денег, а на машины хватает, да. Ну, вот это значит, что денег у нас много. Это показывает. Ну, да, ещё, может быть, многие даже сторонники вот этого здорового образа жизни и использования велосипедов, тем не менее, делают скидку на особые погодные условия в Латвии. Ну, согласитесь, не всегда удобно в определённой форме, особенно офисным сотрудникам, ехать на велосипеде. Согласен, знаешь, нет, он логичный вопрос, очень логичный вопрос. И знаешь, у нас очень много есть предусудок насчёт этого. Ну, например, вчера даже на этом опять задумался, ну, на этом надумал много раз, да. Вчера утром вышел на улицу, всё мокрое, значит, шёл, был ночью дождь. Если смотреть по статистике, грубая статистика, сколько у нас дождевых дней, то очень много. Ну, дождь идёт ночью, дождь идёт рано утром, дождь идёт полчасик где-то, не знаю, когда мы сидим, просто работаем. У меня, я довольно много нахожусь на улице, да, с велосипедом или просто. В среднем три раза в году я совсем мокрый. В среднем три. И почему я мокрый? Потому что я хотел так. Это не было так, что, ой, сейчас дождь начался и так далее. Ну, наше время, можно определить, когда будет дождь, это все аппликации, весь интернет, сателлит показывает, как облако движется, всё есть, да. Просто посмотри, а через где-то там полчаса, 20 минут будет дождь, успею или не успею, если не успею, подожду, да. Но он не идёт нам, у нас, не знаю, две сутки подряд, ну, не бывает. Ну, конечно, бывает, что весь день идёт, конечно, но это один день. Ну, тогда на общественном транспорте или на такси, или на машине, да, ну, всё равно. Ещё предусудок, что у нас зима, а в Скандинавии зим нет. Самый хороший такой пример есть финский город Олу, почти тысяча километров севернее от Риги. Там едет на велосипеде около 50% жителей города. И их количество уменьшается только, когда на улице минус 20 градусов. Это тоже предусудок. Мы все ждём, когда будет зима, можно на лыжах кататься. В этом году это зимой. Нет, ну, все едут в Альпы и так далее многие, да. Но всё равно, ну, вот, круто, снег там, там, так. О чём отличается просто, когда ты находишься на лыжах или на велосипеде? Ничем. Физически ничем. Тоже снег, тоже ты там в свежем воздухе и так далее, да. Просто одежда. Вот ты лап, ответ, одежда. Плюс, конечно, велосипед. У нас в 90-х был такой стиль. И не только стиль был. Люди так думали и продавцы так думали. Все в велосипеде были горные велосипеды, монтенбайки, да. Но в Европе никто в городах таких не едет, да. Но это то же самое, что джип покупать. Ну, нужен ли тебе джип или не нужен, да. И у них брызговиков нет. Почти. И если есть, то не стильно. Потому что у меня джип, да. И, конечно, на таком велосипеде, вот, костюме ехать и так далее, ну, глупо. Конечно, ты будешь весь грязный, да. И поэтому, ну, посмотри, как в Европе. Ну, городские велосипеды, где нормально, можно в любой одежде ехать, да и нормально. Конечно, состояние дорог, если тоже есть лужи на улицах, пыль, грязь, ну, это можно почистить. Да, это не то, что это невозможно. Ну, везде возможно, а у нас невозможно. Да, вот, чтобы не только о велосипедах, еще и актуальной теме, связанной с работой временной администрации. Ну, все-таки, как вы, как рижанин, оцениваете работу временной администрации, ну, все думали, полагали, что это будет осень временной администрации, ну, два с половиной месяца по работе, и дальше случатся выборы, они свою миссию выполнят, техническое руководство. Но, как мы видим, нет ничего более постоянного, чем временная ситуация сложилась таким образом, что временная администрация будет, ну, если 29 августа выборы состоятся, пока новая дума придет, то будет конец сентября. Конечно. Да, но вот еще... Когда еще начнет работать. Когда еще начнет работать. То есть, временная администрация надолго, уже какие-то действия она произвела, и политического характера, как ни странно. Как вы оцениваете, что вам, не знаю, что вас устраивает, что вас, как рижанина, может быть, тревожит и категорически не устраивает? Ситуация понятлива в том, что администраторы, они очень технические, а вообще-то они должны быть такими, потому что они не политики. Значит, они политические какие-то решения не принимают. Вроде бы, да. Вроде бы, да. И не будет. Не будет принимать такие, думаю, что это очень такие серьезные решения, потому что это не их дело. Они просто, как сказать, бухгалтера. Ну, так, и юристы. А недавно отстранение это техническое или политическое решение? Не знаю. Не знаю, потому что там, конечно, не участвовал рядом, что там были какие-то у них не ссоры, разговоры и так далее. Не знаю, да. Но по тем публичной информации, ну, там есть какие-то вопросы, которые превышали какие-то полномочия и так далее. Ну, не знаю конкретно. Но они делают, администраторы, свое дело. Но плохо то, что они стараются, по-моему, делать только самое малое, что можно делать, что надо делать, чтобы все не остановилось. И это плохо просто один год, уже думаю, что больше, чем год будет, когда Рижская дума не работает. И, конечно, это мы почувствуем попозже. Это не так, что сразу почувствуем, да. Всякие большие решения, которые просто мы, ну, вот, по сравнению с Таллином, с Вильнюсом, да, мы уже на год из-за этой ситуации опаздываем о всем. А какое решение надо, какие проблемы надо бы решать, которые сейчас не решаются, на ваш взгляд? Ну, то же самое транспортные. Вот сейчас насчет коронавируса, да, все транспортные. Посмотреть, как Европа делает, как то же самое Литве, Эстония. Вот начали насчет велоинфраструктуры. Ну, это везде сейчас в Европе делает. Ну, везде, не только в Европе. Я бы сказал, во всем мире, да. Огромных масштабов. Потому что использовать ситуации, что в общественном транспорте передвигаться это опасно, мы все логично понимаем. А какие варианты, если нет своей машины? Никакой. Ну, что-то надо делать, да. И поэтому все понимают, что давайте тогда идем в то направление, да. У нас в Риге якобы департамент транспорта США с чего-то думает, но это, наверное, будет 3-4 улицы и так, так, ну, да. Но если было политическое решение, ну, как? Ну, как сейчас Парижа? Парижа говорят, что, я читаю все новости Парижа, потому что вице-президент, вице-мэр Парижа сейчас является президентом Федерации велосипедистов Европы, да. Поэтому я смотрю, что они делают. И они планируют до 2000, по-моему, я сейчас забыл, 30-го года или даже раньше все 100%, все улицы Парижа делать тоже для велосипедистов, велоинфраструктуру, да. То есть, вам кажется, это сейчас самая важная, актуальная проблема, которую надо делать? Да, потому что сейчас, почему она самая важная? Потому что надо на работу идти, надо передвигаться. Это самое главное, да, так и есть. Во-вторых, здоровое хранение. Ну, наш профессор Эрглес, Петри Саппинес, пару недель назад вышли публично, что надо открывать спортивные площадки и так далее, спорт, спортом надо заниматься. Спортом надо заниматься. Да, но велосипед то же самое, да. И не всем надо спортом заниматься, да. И велотранспорт – это не велоспорт, как автотранспорт и автоспорт – это все совсем другие, разные, да. Их не надо путывать, да. Но все равно сидишь ты на машине, автобусе или ты двигаешься на велосипеде, все равно велосипед чего-то улучшает, да, больше улучшает. И поэтому все доктора понимают, что надо двигаться, все транспортные отрасли понимают, что надо двигаться, все экономики думают, что надо идти на работу, но соблюдать дистанции и так далее. Но нет другого решения пока, да. Ну, не летаем, дронов у нас таких нету и так далее. Ну, есть один. Да, еще не нашли, да. Еще не нашли, главное, чтобы он, так сказать, приземлился не на голову, да. Ну, вот поэтому, если так сказать, да, это вот сейчас как-то странно выглядит, маленький велосипед, несерьезное дело, все смеемся, какие-то велосипедисты, но данный образ – это есть решение, но это так делается во всем Европе, да. Конечно, все остальные тоже решения, что можно было сейчас делать долгосрочное, ну, все говорят, что, ну, это не последний раз когда-то какая-то зараза, да. Да, еще не исключено, что и этот сам COVID-19 вообще не вернется, да. И тогда возникает вопрос, ну, какие мы решения принимаем насчет того, что мы вот так будем жить долго еще или навсегда, да. Какие у нас школы? Мы что-то планируем, думаем, как надо сделать школы, подъезды до школ. Ну, как, если мы говорим, что сейчас должны все на пешком идти или на велосипедах, или, не знаю, роликовых коньках и так далее, какая инфраструктура? Вокруг школ и до школ, от центра какого-то микрорайона до школы и так далее. Но это инфраструктура, не надо опять думать, что вот велосипедисты что-то хотят. Нет, это инфраструктура для пешеходов. Это инфраструктура для автоводителей. Чем больше велоинфраструктура, чем жизнь для автоводителей спокойнее. Они не мешаются по ногам, да. И поэтому какая среда насчет криминального, да, вот со стороны. Какие… Можно сейчас спокойно отпускать ребенка в школу одним? Где-то можно, где-то не можно, конечно. А почему не можно где-то? Потому что там обстоятельства такие, что… Лучше не стоит, да. Да, лучше не стоит. Ну, а как мы решаем эти вопросы в Риге? Я бы сказал, почти никак. Никак. Одно время говорили, что всюду будут видеокамеры, ну, к примеру, да. Уже сейчас про это никто не говорит, да. Где-то надо кусты снести, где-то надо освещение ставить и так далее. Просто это психологика. Не так, что за каждым деревьем стоит какой-то маньяк. Ну, нету такого. Просто психологически люди боятся. То же самое, что тоннели, да. Но это психологически люди боятся тоннелей. А у нас ещё планируют всякие тоннели и так далее. Их просто надо песком забрасывать и всё, да. Поэтому сейчас, ну, если посмотреть, Голландия, да, они тоннелей строят только для автомашин. Потому что всё этот шум, загрязнение, что не мешало было под землёй, люди спокойно могли по ровной земле ходить. Но у Риги немножко особая ситуация в плане тоннелей. Помнится, у нас метро как раз поэтому не построили, потому что долгово очень низко. Нет, это не повод, почему не построили. Посмотрите, Санкт-Петербург находится на болоте, да. Ну, в Санкт-Петербурге 4 миллиона жителей, там хотя бы есть... Денег. И денег, и есть повод. У нас-то даже 700 нет тысяч. Нет, ну, поэтому, первых, у нас нет повод, да. И в конце 80-х, когда было протесты против метро, это не было против, по идее, против самого метро. Это было против иммигрантов, работников, которых завезут из-за строения метро. Там было другое. И потом, конечно, распад Советского Союза, потом поняли, что если в городе нет миллиона людей, вообще не надо говорить насчёт метро и так далее. А это правильно, не надо. Потому что если дать приоритет в Риге сейчас общественному транспорту больше, тогда метро не нужно. Но вы предлагаете, условно говоря, в Центральной Риге сделать какую-то, я сейчас условно говорю, сеть тоннелей, чтобы машину... Нет, нет, это очень дорого. Это очень дорого и не надо. Просто в Центре, если посмотреть, что у нас находится, то Центр у нас очень зелёный. В Центре, вообще-то, у нас очень много пустых мест. Пустых я имею в виду, где никто не работает, так сказать. Там не происходит какое-то производство, никто не живёт и так далее. Значит, на такое количество людей, которые находятся в Центре, у них не нужно так много дорог. Машина не нужна. Тем более, у нас, когда у нас туристы, сейчас их, конечно, нет, туристы тоже на машинах не едут. Значит, те, которые живут в Центре, у них процентуально не так уж нужны машины, как тех, которые живут вокруг Риги, в частных домах, где у каждого машина. Это логично, потому что общественного транспорта у каждого дома не идёт. И поэтому, если у нас так много дорог и так мало машин, которым как цель, главная цель – Центр, значит, просто надо объезднують Центр, чтобы эти машины не сувались. И, конечно, почему люди едут в Центр? Например, мы очень много всяких исследований делали насчёт этого. У нас Центр используют как транзит. Процентуально все, но очень много… Из одного района в другой. Да, они через мосты едут, Вантовый мост, Каменный мост, да прямо через Центр, улица Чак и тогда Югл, всё равно куда. Ну, значит, им в Центре ничего не нужно. Они просто в Центре оставляют шум, грязь и остальное. И поэтому в Центре очень много пустых домов. В Центре 30% жилых площадей пустые, 30%. И поэтому Центр такой становится негативным, некрасивым. Ну, улица Чака, например, да. Но там не развиваются какие-то магазины, какие-то услуги и так далее, потому что там никто не ходит. Почему не ходит? Ну, неприятно, шумно, грязно. Ну, там как раз Чакова сейчас будут ремонтировать, правда, опять без велодорожки. Но в целом ремонта будет. Да, но это тоже противоположно стратегии развития Риги. Рижская стратегия, которая принята до 2030 года. Там конкретно написаны приоритеты, которые должны быть в Центре перемещения. Первым – это пешеход. Во-вторых, велосипедист. Третий – общественный транспорт. Если посмотреть на улицу Чака и эту реконструкцию, где эти три приоритеты? Нигде. Для пешеходов нет, потому что планируется проезжую часть улицы Чака делать шире, значит, тротуары поменьше. Если тротуары поменьше, вообще эти дома будут пусты через несколько лет. Потому что там будет очень… Это будет автострада через Центр. И, ну, всё, эта улица умрёт. Умрёт экономически и так далее. И потом, ну, это… Будем мне опять большие деньги платить, чтобы не был вот такой дом, который на улице Чака и Элизабет. С этим зелёным сетем уже, не знаю, 20 лет стоит, да? Такие все дома будут на улице Чака. У нас есть телефонный звонок, давайте его примем. Наденьте, пожалуйста, наушники. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Замечательные вещи говорит ваш гость. Ну, вот у меня вопрос про велосипедистов. Ну, что делать с культурой вождения? Вот сейчас я даже еду за рулём. Несколько велосипедистов. Проехали на красный. Ни у кого нету шлемов. Ну, в принципе, абсолютно безответственное поведение. Не дай бог этот человек упадёт мне под машину, под колёса. Сто процентов виноват будет он. Но опять же виноват буду я, потому что я за рулём автомобиля. Я очень не хочу брать грех на душу и, не дай бог, кого-то задавить или сбить. Но, к сожалению, сейчас каждый день, находясь за рулём, я вижу, что велосипедисты ведут себя хамски и безответственно. И я, к сожалению, не вижу, что полиция, которой сейчас на улицах Риги очень много, кого-либо из велосипедистов штрафовала. Поэтому вопрос, как решить это, и, может быть, потом уже тогда говорить о велосипедистах и инфраструктуре. Потому что без культуры, к сожалению, это не имеет никакого смысла на мой взгляд. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Вечная битва. Нет, нарушает, конечно, автомобилисты, это понятно. Но у вас зачастую, да, многие такое ощущение, что сейный велосипед не имеет представления вообще о правилах дорожного движения. Вообще. Да. И этот вопрос довольно сложный. Почему сложный? Вот было интересно, что в этом году даже я написал очередное письмо. У нас есть такая структура государственная, которая называется ПАДУА. Совет безопасности дорожного движения. Этот совет руководится министром транспорта и министром внутренних дел. И там все. Все. И ЦСБД. Все, все, все. Все там, да. И перевозчики и так далее. Все, все. И тоже министерство образования, министерство здравоохранения и так далее. И я написал письмо, что давайте поставим опять, ну, в конце концов, вопрос о том, что мы в школах учили правила дорожного движения. Потому, что, возможно, без латышского языка, в хорошем уровне, без, не знаю, какого-то другого, без этики, возможно, когда обойдемся, но когда тебе сбьет машина, да, ну, не знаю, вот это стоит ли те деньги. Я сейчас не иду в ту сторону, что не надо латышский язык. Нет, понимаете меня правильно. Все мы говорим по-латышски с ошибками. Говорим и пишем с ошибками, да. Но одна ошибка на дороге – это уже труп. И поэтому вот это надо понимать. Министерство транспорта переслало мое письмо министерству образования. Министерство образования написало обратно, что… И тем более министерство транспорта очень… Мое письмо даже не просто переслало дальше, а они свое мнение поставили. И очень хорошее мнение, толковое, логичное даже, я бы сказал, даже более такой серьезнее, чем я написал, да. И спасибо им за это. Но министерство образования написало обратно, что, ну, мы учитываем, что, наверное, не стоит этот вопрос поставить. А не объяснили почему? Нет. Потому что уже хватает все. Все есть. Все хорошо. Так что вот ответ этого человека, который сейчас звонил, это водитель, ну, наше министерство образования не хочет просто это. И тем более в законе… Закон дорожного движения, не правило, а просто дорожного движения. Там написано, что министерство образования ответственно за то, что учили правила дорожного движения уже в детских садах и в школах. По программе, которая сделана вместе с ЦСДД. Это логично, конечно, да. Но это не происходит как система. И что ЦСДД в прошлом году, уже до прошлого года, ну, понимаешь, что, ну, чего-то надо делать. Ну, если министерство… ЦСДД ходят по школам, я знаю, на какие-то выступления. Ну, да, но это не система. Ну, сколько они могут, все классы обойти. Кто-то болел, не был в школе, ну, значит, он не знает, да, но это не система. Но сейчас возможность такова, что школа может сделать договор прямо с ЦСДД, учить правила дорожного движения и принять тест, который насчет правил велосипедиста. Но и Рига в этом виде, по-моему, самая такая инертная, которая не хочет, да. Я бы еще тут просто развиваю несколько тему, если сравнивать, опять-таки, ответственность автомобилиста и велосипедиста, чтобы получить права автомобилиста, там же, ну, очень много, там, 10 теоретических занятий, 10 практических занятий, после чего тест с инструктором, который буквально каждую ошибку помечает, и буквально одна-две ошибки, и все, ну, нет прав. Чтобы получить права велосипедиста, нужно просто прийти, пройти тест на 10 вопросов. Я как-то из интереса пару лет назад, когда я еще, ну, у меня не было никакого опыта не вождения велосипеда, ничего, я просто зашел и логически отвечая, ответил на 9 из 10, я могу получить права велосипедиста, ну, с первого раза, ничего не готовясь, не читая и так далее. Вам не кажется, что это тоже очень сильный перекос, что права на велосипед можно получить очень просто? Я уж не говорю про то, что, сколько я не спрашивал своих знакомых, друзей велосипедистов, их ни разу не останавливали на предмет того, есть у них права или нет. Там есть логика, и это не то, что мы в Латвии придумали, это Венская конвенция на счет дорожного движения, которая все это описывает что и как. Во-первых, самый главный – это человек, ни велосипед, велосипедист, ни автомашина, ни автоводитель, ни человек. Ну, автоводитель, конечно, тоже человек, да, и поэтому в правилах законе дорожного движения, в правилах дорожного движения Венской конвенции так и написано. Самый главный человек, тем более малозащищенный – это пешеход и велосипедист. И еще более глубже смотреть – старые люди и дети, потому что они все могут сделать, да, и все остальные участники дорожного движения должны участвовать так, что, воспринимая, что кто-то чего-то не может понять или учесть и так далее. Нет ничего очевидного. Да, ничего такого нет, это понятно, да, и поэтому, почему такие серьезные экзамены для автоводителей, он, в принципе, один к одному, что получить оружие, должен пойти наркологу, психиатру, уметь… То же самое, что есть написано, что ты должен свою автомашину подставить, я так просто на русском сейчас не могу так хорошо высказаться, да, чтобы никто другой не мог завладеть. То же самое, что оружием. В принципе, один к одному. И если у тебя есть оружие, ты ходишь по улице, тебе не может быть такой ответ. Говорит, знаешь, он выскочил, подожди, у тебя оружие, ты, если вынял оружие, ты должен стрелять. То же самое, когда мы работаем на улице, не знаю, режем этой большой пилой асфальт. Ну что, пешеход виноват, что он как-то не видел, да? Нет, ты работаешь на улице, тебе, не знаю, подъемник, кран, все равно что делаешь. Если у тебя есть в руках оружие, то ты сам должен учесть, что что-то может произойти, и ты должен соблюдать, не он. Конечно, все они тоже должны, да, но ты ответственный за то, что у тебя есть. И поэтому есть такое. Мой вопрос был не про то, почему у автомобилистов такое серьезное право, а почему у велосипедистов так просто. А потому что вот то же самое, что говорил, в Министерстве образования и в других европейских странах вообще нет экзамена велосипедистов. У них в школе учат так, как язык, как математика и так далее. И поэтому у меня было то письмо, что я писал, что это должна быть система, что у нас в школе все уже, когда вышли из школы, мы знаем, что он знает. То же самое, что у кого на улице спрашивают, какой тебе результат экзамена по математике. Ну нет, потому что мы все понимаем, что он знает в каком-то уровне среднюю или хорошую математику, язык и так далее. Достаточно. Достаточно. У нас такого нет. У пешеходов вообще не учат правила дорожного движения. А он тоже, а 100% все пешеходы. А то, что человек сказал, что упомянул, что пока нет культуры вообще не надо, или велоинфраструктуры, наоборот. Почему? Потому что сейчас, в сегодняшний день, велосипедисты передвигаются как люди, которые просто по понятиям хочут выжить. Они не перемещаются, логично. Нет, я бы сказал, они перемещаются по своей логике, как можно якобы безопаснее поехать от А до Б. Для них самих. Для них. И поэтому очень многие перекрестки, где тебе зеленый свет, а машины поворачивают. Ну, значит, ну, а ты знаешь, что автобудителей, велосипедистов не очень-то пропускают. Хотя должны. И люди боятся. И тогда ему, я сейчас просто не говорю, что на красный свет переехать это нормально, логично. Но пустая улица, красный свет во многих ситуациях это намного безопаснее, чем тебя зеленый и машины поворачивают. И если, тем более, тротуар где-то за углом и дальше и так далее. Вообще велосипедиста не видно. И велосипедисты некоторые это понимают. Некоторые, конечно, не понимают. И тем более, очень, ну, я бы сказал, у меня в среднем раз в неделю когда-то кто-то специально на машине давит. Даже так? Да. Я в среднем раз в неделю. В среднем. В плане специально? То есть, подать газу, увидев велосипедиста? Нет, он нажимает к стороне. А, даже так нажимает? Да, да, да. Вообще-то он делает, ну, аттентаты, так сказать, да, но он идет на убийство. Да. А для чего? Просто как-то… А просто этот кретин мешает мне ехать. Ну, или в правилах дорожного движения написано, что не дальше, как метр. Было такое, в советское время. Но очень многие автоводители до сих пор мне говорят, что ты должен ехать не дальше, чем метр. Ну, нету такого. Кстати говоря, и требование каски не является обязательным. Требование каски не является. И в мире, только в Новой Зеландии и Австралии есть такой закон, где должна быть обязательно каска. В Латвии только детям до 12 лет. И в Европе тоже детям где-то есть, где-то нету. И почему нету? Потому что они смотрят со стороны экономики. Только экономики и здравоохранения. Вопрос опять. Вот как сейчас начали передачу. Нужны ли велосипедисты или нет? Ну, все понимают, что, наверное, нужны. Здравоохранение, пустые улицы, загрязнения. Ну, экономика, сколько мы импортируем нефть. Ну, как Латвия, один миллиард год отдаем другим. Этот миллиард могли тут оставить. Все это ставится вместе, смотрят. Да, наверное, нужны. И когда возникает, тогда ставим вопрос. Если нужны, давайте обязательно все натаскивать шлем. Что еще можно, чтобы они глупее выглядели, чтобы было труднее пользоваться и так далее. Значит, все поняли в мире, что все ограничения, которые ухудшают жизнь для велосипедистов, значит, уменьшают количество велосипедистов. Это у нас как для города, для государства экономически невыгодно. Потому что они нужны. Со стороны кардиологов спросить, надо велосипедистов или не надо? А они говорят, конечно, надо. Но подождите, у нас в Латвии 15,5 тысяч умеряет каждый год из всяких сердечно-судительных заболеваний. Значит, надо. По данным ЦСДД, один человек, который умер при дорожном пришествии, экономически у нас стоит, как-то интересно звучит, стоит, стоит полмиллиона евро. В плане для государства. Да, для экономики. В плане для государства. Один умерший человек полмиллиона евро. 500 тысяч с чем-то, ну 500 тысяч евро. Значит, у нас на дорогах умирает в среднем Латвии 120 людей, умножаем на 500. Это 60 миллионов просто. Это насчёт автоводителей. И у нас где-то 5 тысяч всяких людей, которые попали в дорожные пришествия, которые закалечены, стали инвалидами и так далее. Это тоже огромные деньги. Тем более, они после этого, если он на коляске, он инвалид, государство ему платит деньги и так далее. На пособие, да. Да, вот это то направление, как смотрит Европе, считай, экономически, какой транспорт в игоде. Ну, у нас просто, мне нравится или мне не нравится? Мне нравится этот велосипедист, который мешает или мне не нравится? Да, он мешает мне или не мешает? Так не смотрит. Смотрит нам, нужно или не нужно? Если нужно, тогда что делаем, чтобы это было логично, как-то сообразно не было, вот как человек упомянул, что вот о нем там вискакивает и так далее. Ну, всё, правила дорожного движения не учитывая и так далее. Значит, если нужно, тогда надо учить. Ну, вот так надо смотреть. Или нравится, не нравится. Так что, думаю, что велотранспорт, велоинфраструктура, она всё будет больше и больше, хотим или не хотим. Это просто такое логичное направление. Да, ну, мы знаем, что мы уже в самом начале сказали, что 29 августа запланированы внеочередные выборщинскую думу. Ну, будем надеяться, что они всё-таки состоятся. Вот на ваш взгляд, что вообще должно измениться в поведении, в действиях кандидатов-депутатов? Потому что очевидно, что те программы предвыборные, которые были до COVID-19, но сейчас не совсем актуальны, потому что многие люди сейчас озабочены выживанием. Вот как им дальше жить? Многие потеряли работу, многие её потеряют. Да, и, наверное, всё это хорошо и про велосипедные дорожки. Но вот какая-то должна быть, не знаю, программа развития бизнеса в городе, может быть, в том числе и строительство велодорожек. Ну, вот как вы видите вообще, какое должно быть предложение сейчас к рижанам? По-моему, самое худшее, что у нас не хватает Рижской думы, это общее понятие всех департаментов, всех структур, куда мы идём. Всё равно говорим насчёт дороги, не дороги. Такая линия. Стратегия рижская, развитие города, стратегии, план развития, он, по-моему, хороший, логичный, правильный. Даже там нету, я бы сказал, таких больших ошибок, которых надо сейчас после или во время коронавируса что-то изменить. Что вот давай выбрасываем, пишем новый. Нет таких. Там достаточно всё логично. Но если спросить у тех же людей, которые работают в структуре к Рижской думе, как они вот в своей отрасли идёт в то направление, то ответ такой, что делает раз в году Рижская дума свой такой отчёт, как они двигаются в то направление, которое и приняли. Только 30% идёт правильное направление. Нет, 30% из тех вопросов, там, по-моему, где-то 128, 130 таких пунктов, 30% никуда не идёт, просто стоит на месте, и 30% идёт в другое направление. Вот как сейчас и говорим о улице Чака, да, другое направление идёт. Значит, мы не идём туда, куда приняли. Если так это будет повторяться, тогда нету толку вообще ничего писать и так далее. И это самое главное – научить работников и тем более депутатов новых, берите в руках план развития города, стратегии города, прочёте, да, и давай пойдём, конечно, все вместе в ту сторону, несмотря на латыши, русские, велосипедисты, автоводители. Вот то направление, которое написали, давайте вместе пойдём, и тогда мы сможем быстрее всё достичь. Не надо тут ссориться, кто, чё, как, да, и, по-моему, все программы партии должны быть как моя партия, твоя, другая партия. Вот эту дорогу мы пойдём, потому что дорога у нас уже показана, цель показана в наших документах развития. Но те, которые будут голосовать, они должны выбрать за ту дорогу, тот путь, который им лучше нравится. Зелёный, красный, как радуга, да, всё равно, да, пусть они выбирают, какой путь мне лучше будет для меня, да, а не то, что давайте всё, что уже написали, давай снесём, строим город заново, да. Это, думаю, самое главное, общее понятие. И эта зараза, которая сейчас есть, я думаю, что она помогает. Она помогает, что нету такой больше тупой, тупых разговоров, нету таких обещаний каких-то глупых, потому что уже люди понимают, ну, сейчас люди умеряют, а о чём ты говоришь сейчас, да? Ну, так уже начинает поставить этот вопрос, да. Более будет серьёзно относиться к всем тем вопросам. Я думаю, что это лучше, это к лучшему идёт, да. Будет более конкретно, прагматичнее, практичнее. То есть, меньше популизма будет в этом плане, да? Меньше популизма, меньше. Вот это и есть самое главное, да. Но если посмотреть, какие программы сейчас у партий, так они очень слабые, очень слабые. У всех? У всех. Не для кризиса, прямо скажем. Не для кризиса, да. И, ну, конечно, во-первых, мы ещё пока не видим все программы, потому что уже мы не знаем, кто будет в участнике. Кстати говоря, да. Уже говорят, что и кандидаты в мэра у некоторых партий могут поменяться, да. Так что вот нельзя сказать, у всех плохие, потому что у многих вообще ничего нету, да. И это ещё хуже. Плана их пока нету, да. Нету, да. Возможно, сидит дома и пишет, да. Но тоже я бы хотел, что у каждого кандидата он смог пройти тест. Ну, это, демократии такого нету, да, но журналисты это могут делать. Что у тебя есть своя программа? Если у тебя нет своя программы у Рыжской думы, куда ты лезешь? Что ты там сидеть просто будешь, да? И, конечно, есть какие-то отрасли, которых человек хорошо владеет, есть, которых меньше владеет, но нету ни одной отрасли, которые не как-то не сталкиваются с другой отрасли. Не пересекается, да. Не пересекается, не пересекается. Мастерщики. Программы пишут какие-то экономисты и так далее. Нет чёткого представления, зачем ты вообще идёшь туда. Да, вот это и есть самое худшее. И поэтому вот такой тест должен был быть. Не на то, сколько стоит билет. Это ничего не меняет. Сегодня сейчас, завтра так, ну и? Если я знаю, там один цент, я тоже не знаю, сколько стоит билет, потому что я еду на велосипеде или иду пешком. Для чего мне это знать? Но я знаю, что он стоит где-то около 2 евро. Ну, так, да. Ну и? Дальше что, да. Так что вот эти вот такие вопросы, да, они ни к чему не ведёт, да. Это знание, ну, не показывает. У нас, к сожалению, время подходит к концу. Пора заканчивать. У нас в гостях, напомню, был общественный деятель Вестер Силанекс. Спасибо вам за разговор. Спасибо вам большое.